друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал и маркет составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь сегодня я хотел бы начать свой брифинг со слов что ключевые фундаментальные события которые мы ждали вот уже на повестке текущего дня и мы можем смело настраиваться на интересные торги и высокую волатильность но вы все прекрасно понимаете что сейчас это не совсем актуальные комментарии потому что вчерашний день был самым мне кажется волатильным за последние несколько месяцев а если еще прикрутить к тому что мы сейчас имеем по результатам достигнутые цели и сломанные уровни поддержек и сопротивления за десятки лет по отдельным финансовым активам то это вообще динамика которая тянет на многолетний рекорд в частности европейская валюта против доллара которую мы продавали с целями у нас были скромные цели это дождаться пробоя поддержки 1.0350 1.0320 сейчас котировки 1.0258 это 20-летний минимум друзья европейская валюта очень быстро стала аутсайдером всего валютного рынка форекс и я думаю вы все прекрасно понимаете чем это связано очень много фундаментального негатива мы накопили за последние недели и вопрос когда он должен был привести к такого рода реакции это был вопрос самого ближайшего времени вот сейчас этот потенциал медвежьего движения реализовался по статистике как вы помните индексы производственной активности во всех странах и с валютном блоке собственно значение которое соответствует минимальным уровнем за несколько лет индекс активности в сфере услуг то же самое такие же ничтожные показатели индекс потребительского доверия а сэнтикс который логичным образом показал тоже значительное снижение потому что потребители сейчас сталкиваются с высокой инфляцией который влияет на уровне их доходов на потребительскую активности и по сути обесценивает сбережения а если вовсе говорит про европейское население которое обычно видела совершенно другой курс по национальной валюте не тот который сейчас то конечно же всем больно смотреть на то что происходит сейчас с обменным курсом евро против доллара и я напоминаю друзья то что ранее совсем уж долгосрочная цель в которую я практически не верил что она может быть реализована так быстро это движение пары евро доллар в район паритета но судя по тем распродажам которые начались последние недели если вот сейчас ситуация в прямом смысле не вмешается европейский центральный банк и не остановит этот обвал то возможно мы впервые в истории увидим ситуацию когда европейская валюта будет дешевле американской ну об этом уже я думаю по мере развития событий вернемся и когда если нужно будет прокомментирую это по другим причинам давление на главный валютный риск помимо статистики напоминаю что европейский центральный банк серьезно испугался сейчас ухудшение экономических условий и полагает что повышение ставок в тех объемах которые сейчас принимаются во многих центральных банках мира это будет ошибка поэтому ецб настроил нас на то что ставка будет повышена в июле на 25 байсных фонтов и возможно потом в сентябре еще на 50 байсных фонтов и мы с вами пришли поводу что этого недостаточно чтобы оказать давление на доллар из-за дифференциала процентных ставок потому что ставка американского регулятора будет точно выше 3 с половиной процентов и не забывайте про энергетический кризис который очень актуальны сейчас для страны с я думаю что по мере приближения осенне зимнего сезона цены на газ цены на бренд вырастут значительнее и это усилит этот кризис энергетически толкнет еще больше верха инфляцию точно уже спровоцирует без каких-либо оценок вероятности самую настоящую стакфляцию в еврозоне и будет оказывать давление на курс европейской валюты мы очень неплохо заработали на снижение пары евро доллар если вам интересная моя точка зрения я полагаю что новые минимальные отметки они еще впереди мы реально можем добраться до паритета но друзья дальнейшее нахождение в этих позициях это очень рискованное предприятие потому что курс очень сильно обвалился и могут быть серьезные выкупы поэтому если вы будете испытывать удачу если вы будете оставаться в коротких позициях и впоследствии потеряете весь накопленный и плавающий профит виноваты будете только вы принимайте решение по другим финансовым активом фунт против доллара здесь тоже цель выполнена 120 мы хотели давно увидеть эту планку и вот пожалуйста сейчас котировки 1.1954 все что было сказано в отношении европейского союза тоже актуально и для англии но здесь стоит отметить еще и их усиливающийся политический кризис причем из-за внешних политических условий и внутренних и я затрудняюсь сказать какая из текущих проблем является более значимой а сейчас для партии консерваторов и для будущего политического будущего действующего премьер-министра бориса джонсона мы касались во время прошлых брифингов тематики очень серьезно ухудшившихся отношений между великобританией и европейским союзом из-за северо-ирландского протокола поскольку англия действительно прорабатывает законопроект который предполагает отмена ряда торговых соглашений с северной ирландии референдум не забывайте но сейчас все говорят о внутреннем политическом кризисе потому что вот-вот борис джонсон полностью утратит доверие и поддержку однопартийцев и это приведет к смену политического вектора смену курса потому что скорее всего друзья мы будем готовиться к новым выборам в англии три министра министр финансов министра здравоохранения и министр иностранных дел накануне подали в отставку из-за потери доверия к борису джонсону это происходит тот самый момент когда на джонсона давить европейский союз за то что то то наглым образом вопиющим образом нарушает международное право международные соглашения которые были сформированы сложились в непростой период договоренности помп на брекзиту полагаю что британская валюта на в этом свете окажется еще ниже но опять же это для тех кто хочет испытать удачу попробовать заработать экстра прибыль если вы среди таких друзья инвесторов держите короткие позиции и дальше индекс американского доллара 106 32 тоже цель выполнена с этим вас друзья поздравляю за один день индекс доллара набрал полтора процента причем этот рост обусловлен существенно усиливающейся вероятностью рецессии американской экономики и мировой экономики в целом ну рецессия она сейчас оценивается довольно адекватно потому что на рецессии принято называть замедление экономики на протяжении нескольких кварталов подряд мы помним что первом квартале американская экономика просела на 16 процента в в втором квартале она может снизиться на два два с половиной процента и вот пожалуйста два квартала подряд самая настоящая рецессия то есть придраться уже будет не к чему и на этом фоне доллар пухнет как на дрожжах потому что это лучший защитный актив это инструмент который привлекательный для инвесторов когда все выводят деньги капитал из рисковых инструментов доллар рост растет и скорее всего будет и дальше сохранять восходящую динамику максимальная цель которую мы определили как долгосрочная ранее было сопротивление 107 пунктов я думаю друзья если мы в ближайшие дни достигнем данной отметки можно будет смело фиксироваться и по данному инструменту если топлива для вот этого восходящего движения она есть потому что как раз только сегодня мы как раз ожидаем на первый значимый фундаментальный релиз это протоколы последнего заседания американского регулятора которые выйдут 21 00 по московскому времени а в пятницу еще и нон фарм пэрлс по рынку труда то есть это два релиза на которые с большой долей вероятности я бы поставил как на афон который может поддержать курс американского доллара допускаю что именно это и произойдет золото пока не трогаю доллар иена 135 46 восходящая динамика как ожидание и цели то что пара доллар иена заберется выше это по-прежнему все еще актуально рынок нефти коррекция до 103 75 но и по-прежнему держит длинные позиции есть два банка которые прогнозируют совершенно противоположные уровни сити 65 долларов за баррель концу этого года и джипи морган 350 долларов концу этого года выберите для себя точку зрения тот прогноз который вам нравится больше я ожидаю что нефть сохранит восходящую динамику может быть до 350 конечно же не доберется но 150 это вполне реальное ожидание тем более на сокращение объемов нефтедобычи в ливии в эквадоре в норвегии и соответственно в россии то есть перекос здесь по-прежнему очевиден в сторону более высокого спроса которые все еще опережает предложение на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание и хорошего торговой сессии всем пока